Добрый день! Карантин, карантин, карантин и еще раз карантин. Карантин может повлиять на цены на рынке и на доступность продукции в принципе. И вообще я изначально не хотел снимать этот ролик, но поскольку как-то раз я пошел на лазьки, подумал почему бы и нет. В этом ролике я расскажу вам о том, что же все-таки происходит на рынках Ташкента, касаемо цен, касаемо обстановки в целом и касаемо мер, которые предпринимает наше государство для того, чтобы предотвратить распространение пандемии. Обо всем по порядку. Пришел я на лазьки рынок для того, чтобы затариться по всякой мелочи. И решил заодно поспрашивать продавцов, что к чему. На входе стоял медицинский работник в специальном костюме, который дезинфицировал руки посетителей базара, а также проверял их температуру. Чтоб кого-то забрали я не видел, да в принципе я и не видел, чтоб вообще кто-то там запиликал с температурой. Дальше я направился в молочный отдел Алайского рынка, но не только молочный, но и мясной также. Естественно меня поинтересовала динамика цен. Что ж, добросовестные продавцы сказали, что никаких изменений в ценах нет абсолютно. То есть продукцию реализуют под тем же самым ценом, что и до карантина. Однако потребители заявили о том, что рост все-таки произошел, хоть и незначительный, в районе 50%. В молочном отделе я лишь купил сырок Дружба, который по заверению продавцов является копией советского сыра Дружба. И по качеству ему ни в чем не уступает. Что ж, сыр действительно вкусный и стоит он 10 тысяч сумм. И я купил самое главное, Энергетик Зип. Хочешь узнать у кого была украдена идея этого энергетика? Тогда проходи по ссылке в описании. Энергетик Патруль. Обзоры на качественные энергетики. Далее я отправился по остальному Алайскому рынку. Что ж, часть магазинов и прилавков закрыта. Это в принципе логично. С виду я бы сказал, наверное, что процентов 40 Алайского рынка закрыто. Хотя в целом необходимая продукция доступна. Это мясо, яйца, овощи, фрукты, хлеб и тому подобное. Я прошелся по базару, поспрашивал цену продавцов. И давайте по ним же и пройдемся. Болгарский стоит 25 тысяч сумм. Огурцы 15 тысяч сумм. Лук 5 тысяч сумм. Хотя совсем недавно он стоил 3 или 2,5, а то и 2 тысячи. А ведь даже некоторые продавцы продают его по 7 тысяч. Мне кажется, что 7 тысяч за килограмм лука это, пожалуй, перебор. Капуста 8 тысяч за штуку. По заверениям продавца в этой самой капусте больше 1 килограмма. Лимоны. Есть лимоны, которые по 25 тысяч, а есть которые по 35 тысяч сумм. Хлеб я решил посмотреть в магазине Корзинка, который, кстати говоря, и находится на Алайском рынке. Хлеб стоит 1800 сумм. На Алайском рынке имеется также ларек, который продает очень доступный рис. Нукусский рис по 5 тысяч 500 сумм. Это очень доступная цена, на мой взгляд. Хотя можно было бы сделать и еще ниже. И в этом самом ларке я, кстати говоря, и взял кучу информационных плакатов о коронавирусе. Теперь я точно буду все знать насчет этой болезни и пандемии в целом. В общем, и закончился тут мой трип по Алайскому рынку. В целом, продукты пока еще доступны. Да и цены сильно не повысились. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь. Если вам не понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь дальше лучше. Это был Radeon Underworld. Всем спасибо. До встречи.